всем привет любители ароматного табака сегодня расскажу вам про сигары toscano снова toscano сегодня у нас в гостях будут друзья сигары названием toscano grand duke de toscano cosima 1 вот такая вот друзья красивая темно-синий пачка вот там вот дырка вне сигары видно вот одна из линеек сигар тоscano тоже машины крутка пачка на пять штук внутри но друзья вот такие вот знакомые всем до боли уже toscano давайте эту пленку снимем ну все по-прежнему друзья также неровно криво даже бан смотрите как наклеен все в традициях итак grand duke toscano ну на вид друзья на менее черное чем все предыдущие самая черная была пожалуй та которая ручной крутки она была самая крепкая хотя ну как известно цвет сигара в принципе ничего не означает но видимо не в тоскане то есть та была прям запредельно какая-то крепкая это вот куда же ну цвет такого сухого дерева друзья пахнет кожей достаточно острые нотки кукриозат шпалы вакса кирзовые сапоги друзья ну вот все что тоска он сопровождает здесь в принципе все также на срезе но не знаю на срезе получится нет я немножко по мягче запах больше дерево давайте прикуривать так приятная хотя нет на урал чуть затрудненная хотелось бы чуть чуть полегче но в принципе нормально сейчас разойдется старчик рисковатый дерево такой с легкой дуповой бочкой перец горелая деревяшка такой обожженная дубовая бочка легкие парфюмерные нотки начинают появляться ну перец начинает добавляться это не здорово ну давайте посмотрим как сигарка будет развиваться встретимся на серединке так друзья курить сигар не только вредно но и полезно пока курил загуглил то что такое косима 1 интересно стало оказалось друзья что это один из герцогов тосканы младшие младший ветвь медичи кто никто не помнит или не знает друзья медичи это люди которые долгое время правили флоренции покровительствовали искусством ну в общем то такие многосторонние люди были очень серьезно власти имели в европе но папа там были ну в общем кого только не было в общем то один из правящих домов европы соответственно портрет тут косима передан в общем то всевозможные титулы имел сигара честно говоря немного в резонансе с названием потому что сигара по большому счету оказалась легкой но применительно именно к тосканам не такая ударная не такая жирная не такая насыщенная что у нас в ароматах ну перец друзья очень перечная сигара когда перец немножечко расходится появляется ноточки такой еловой смолы запах еловых деревьев что то такое смоленистое ну а дальше все это переходит легкие костровые ароматы то есть горелое дерево ну посмотрим чем все это закончится итак докурил нашу сегодняшнюю сигару начну с крепости сбалансированную очень крепость то что надо за пределы мы не улетели что по ароматам немножечко поменялись ароматы друзья на пару тяг даже какие-то сухофруктики промелькнули но может навеял не знаю сейчас ничего нет такого перец ну есть да такое ощущение легкого такого сушеного инжира при тяге когда много интенсивный дым ну прям улетучивается мгновенно и остается дерево горелое ну да друзья перченое дерево но крепость очень понравился и не горчит в конце это безусловно застук как правило все другие модельки которые я курил они в конце начинали горчить это нет но она самая менее насыщенная менее насыщенная сама ненасыщенная друзья из всех что я выкурил самая легкая и самая ненасыщенная ну поэтому концовка такая по оценкам получил 17 из 30 не самая удачная тоскана не самая удачная сигара но поэтому если вам интересны тосканы и хочется попробовать весь модельный ряд узнать что такое легкое тоскана то ну вот эту наверное стоит попробовать она самая легкая спасибо вам за внимание до новых встреч а 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 Продолжение следует...